Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Босс. Глава третья. Играть? Рис, что ты здесь делаешь? Двери лифта, ведущего в паркер Индастриас, закрываются, и вы с Чейзом остаетесь одни. Ты чувствовала себя уверенно перед собеседованием, но его красивое лицо абсолютно выбило тебя из колеи. Я... еду на 32 этаж. И я тоже. Я так и знала. Чейз прислоняется спиной к стене лифта, скрещивает руки на груди и искоса поглядывает на тебя. Снова решила пообедать с Сэм? Да, я встречаюсь с Сэм, но не на обед. У меня собеседование с ней и неким Джошем на должность маркетолога. Чейз напрягается, стискивает зубы, но ничего не говорит. О нет, неужели он не знал, что я приду сегодня на собеседование? Чейз, все в порядке? Чейз поднимает на тебя взгляд. Кажется, он на мгновение забыл о твоем присутствии. Он улыбается, отталкиваясь от стены, чтобы подойти к тебе поближе. Все в порядке, Лютик. Однако, хотелось бы, чтобы сотрудники предупреждали меня о предстоящих собеседованиях. Я не люблю, когда меня застают врасплох в лифте. А ты что, не следил? Что у меня как делишки? Я вообще удивлена. Чейз протягивает руку, чтобы убрать волосы с твоего лица. Если бы я и хотел кого-то неожиданно встретить в лифте, то только тебя. Твое сердце трепещет от его голоса. Но прежде чем ты успеваешь ответить, двери лифта со скрежетом открываются. Демонстрируя холл, Паркер Индастриас и бурную жизнь, наполняющую его. Я отведу тебя в конференц-зал, где Сэм проводит собеседование. Иди за мной. Следуя за Чейзом, ты проходишь мимо стойки регистрации. Он кивает и улыбается каждому, кто здоровается с ним. Работники действительно уважают его. Он так отличается от тех напыщенных боссов, что были у меня прежде. В конце длинного коридора Чейз открывает перед тобой дверь. Вот, Рис, устраивайся поудобнее. Я приглашу Сэм и Джоша. Чейз, спасибо за помощь. Обращайся, Лютик. Улыбнувшись, он оставляет тебя одну. Ты нервно ждешь, просматривая свои записи. Но вдруг звук открывающейся двери привлекает твое внимание. Из соседнего помещения до тебя доносится разговор. Ты отчетливо слышишь каждую фразу. Так, сплетни, сплетни. Я не думаю, что Рис подходит нам. Чего? О боже, этого не может быть. Почему, Чейз? У нас есть вакансия, и она прекрасно на нее подходит. Не надо добавлять мне проблем. Ты просто не можешь нанять ее. Так, ну, для этого должна быть точно причина. Он вряд ли бы так хотел себя вести. Возможно, он подозревает, что мы будем отказываться с ним, мутить, работая на него. Я не могу в это поверить. Сэм права. Я подхожу на эту должность. Почему он не хочет, чтобы я здесь работала? Что в этом ужасного? Затем наступает тишина. Такое ощущение, что они вообще перестали разговаривать. Но потом ты слышишь смех. Только не говори мне, что она красива и нравится тебе. Причина в этом? Все внутри тебя сжимается. На глаза наворачиваются слезы. Ты ошибаешься. Думаешь? Тогда назови мне хоть одну вескую причину, из-за которой мы не можем ее нанять. Я тебя слушаю. Вновь воцаряется тишина. Ты чувствуешь себя в ловушке, не зная сидеть здесь или бежать за дверь. Хорошая идея, кстати, собрать вещички и уйти. Делай, что хочешь, Сэм. Я так и сделаю. А мы тебе еще припомним, что это значит... Офигеть, нам очень нужна работа. Ты слышишь звук удаляющихся шагов. Ты пытаешься взять себя в руки, но слезы подступают к глазам. Я знаю, что не должна была этого слышать, но во всем есть свои плюсы. Теперь я знаю. Я не могу работать там, где меня не хотят видеть. Я талантлива, трудолюбива и профессионал в своем деле. Я заслуживаю такую работу. Ты хватаешь свои вещи и выбегаешь за дверь. Но как только ты сворачиваешь за угол, ты замечаешь его. Чейз Паркер стоит в конце коридора и смотрит на тебя. Рис, куда это ты? Какая тебе разница? Чейз хватает тебя за руку, когда ты пытаешься пройти мимо него. Ты отдергиваешь ее, и он тут же отпускает тебя. У Чейза беспокойный вид. Эй, скажи мне, что случилось? Я не понимаю, у тебя что, биополярка какая-то? Раздвоение личности? Как это понимать? Ты видишь замешательство на его лице? Может, у него тоже есть какой-то брат-близнец? Я злюсь на Чейза, но он всегда был таким добрым. Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Может, мне стоит во всем разобраться? Я должна... Так, не пугайтесь, что это за такие билетики странные. Это я получила в подарочек, календарь подарочков на день рождения игры. Так, признаться Чейзу, что я слышала их разговор. Я слышала ваш разговор, Сэм. Чейз наклоняет голову, не ожидая такого поворота событий. Вот дерьмо. Да, именно им я сейчас себя и ощущаю. Чейз заталкивает тебя в ближайший кабинет и закрывает дверь. Слушай, я вел себя как придурок. Именно, вел себя как придурок. Чейз смеется и проводит рукой по твоим волосам. Так, ты давай не отвлекайся, по делу, по делу. Теперь я понимаю, почему ты и Сэм так хорошо поладили. Дерзости вам не занимать. Дерзость здесь ни при чем. Я в бешенстве. Чейз крепко сжимает пальцами стул. Это не то, что ты подумала. Я не знала, что и думать. Ты меня так запутал, Чейз. Черт возьми. Чейз делает шаг к двери, преграждая тебе выход. Она так близко, что у тебя пересыхает в горле. Поверь мне, Рис, ты не можешь здесь работать. Поверить тебе? Потому что ты бьешь рекорды по правдивым высказываниям? Чейз почти речит, смотря тебе прямо в глаза. Отлично. Ты хочешь услышать правду? Ты нравишься мне. Меня безумно, неудержимо влечет. Я хочу тебя с момента нашей первой встречи. Я старался быть вежливым и держаться на расстоянии, но кажется, с этим покончено. Его голос звучит ниже, а губы всего в нескольких сантиметрах от твоих. Если ты будешь здесь работать, я сделаю все, чтобы затащить тебя в постель. А если не буду, то что мне будешь стараться или как? Он пронзительно смотрит на тебя, словно подтверждая, что его слова не предположение, а обещание. Я не могу поверить, что ты только что сказал мне это. Чейз одним движением отдаляется от тебя. Ты же хотела знать правду, получай. Он прислоняется спиной к противоположной стене, скрестив руки на груди и смотрит тебе прямо в глаза. Чейз усмехается и тем самым немного разряжает обстановку. О, я не мог. Ты видела себя сегодня, Лютик? Понимаешь, что ты говоришь? Твое лицо пылает от его пристального внимания, сменяясь жгучим гневом. Но ты изо всех сил стараешься не показывать этого. В любом случае, я не позволю, чтобы между нами что-то произошло, если ты будешь моим боссом. Да, сказала она краснее. Тогда, я думаю, проблем не будет, да? Нет, не будет, в скобочках. Да, еще какие? Чейз подходит ближе, возвышаясь над тобой. Он скрещивает руки. Значит, все решено. Ты проходишь собеседование и устраиваешься на работу. Чейз улыбается. Его взгляд останавливается на твоих губах. Я пытаюсь затащить тебя в постель, а ты пытаешься отказать мне. Договорились? Чейз протягивает тебе руку. Ну же, давай, Лютик. Я серьезно. Я обещаю, что это не помешает твоей работе. Сыграй со мной в эту игру. Чейз затевает опасную игру. Так, почему же я так хочу в нее поиграть? Чейз, откуда мне знать, что я могу тебе доверять? Ну, разве не в этом вся прелесть? Рискнуть. Если не получится, ты сможешь прекратить. А уж если ты так уверена в своей победе, то к чему сомнение? У тебя есть шанс победить меня. Многие влиятельные люди мечтают об этом. Либо позволить мне попыхтеть на тебе. По-моему, звучит неплохо. Он снова протягивает тебе руку. Готова рискнуть, Рис? Ты чувствуешь себя так, словно стоишь на краю обрыва и вот-вот прыгнешь. Ты закрываешь глаза, делаешь глубокий вдох и встречаешься с ним взглядом. Хорошо, Чейз. Договорились. Ты протягиваешь руку для рукопожатия, но вместо этого он нежно целует ее. Ну, понятно. Игра началась. Ох, не думай, что я поражена. Ты так привык к тому, что девушки без ума от тебя. На этот раз все будет наоборот. О, Рис, не терпится проверить твою теорию на практике? Чейз прижимает твою руку к своей щеке и смотрит тебе прямо в глаза. Я не вру, когда говорю, что ты мне очень нравишься. Ты единственная и неповторимая, Лютик. Я и не мог мечтать о такой, как ты. Но что-то ты не особо за меня боролся вообще. Сколько там дней прошло со встречи первой, за знакомство. И вообще никаких действий. Случайная встреча возле бассейна? Серьезно? Это ты так влюбился в меня? Как-то это все очень слабенько звучит. Что там с субординацией? Чейз смеется и выпускает твои пальчики. Я отношусь к своей работе очень серьезно. Все дело в тебе, Лютик. Ты бесподобна. Ну, красиво говорить ты умеешь, это да. Ты истрепетом смотришь на него, чувствуя, что сердце бьется все чаще. Рис, не смотри так. Это убивает меня. Думаю, может, стоит проверить твою выдержку прямо сейчас. Но тебя еще даже не приняли на работу. В карьих глазах Чейза вспыхивает огонь, которого ты раньше не видела. Он заставляет твое сердце сжиматься. Знаешь, у нас есть немного времени до твоего собеседования, Лютик. Давай, сыграй со мной в одну маленькую игру. Игра в игре, понятно? Я должна. Я хочу шагнуть навстречу и доказать, что он сдастся первым. Ты делаешь шаг в сторону, лукаво улыбаясь ему. Кто сказал, что я стану той, кого будут проверять? Мне кажется, я уже видела все ваши приемчики, босс. И не слишком впечатлена. Чейз улыбается так, словно только что выиграл в лотерею. Он поднимает Туби руки вверх, демонстрируя поражение. Хорошо, Рис. Почему бы тебе не показать их мне? Может быть, я что-то узнаю? Ты подходишь ближе. Несмотря на разницу в росте, ты продолжаешь смотреть ему прямо в глаза. Ты касаешься его рук и чувствуешь, как по нему пробегает легкая дрожь. Знаешь, это ты боялся, что не сможешь держаться от меня подальше. Я никогда не думала, что могу произвести на кого-то такое сильное впечатление. Глаза Чейз замрачнеют. Ты даже не представляешь, насколько. Ты приподнимаешься на цыпочки, словно хочешь поцеловать его. И слышишь, что дыхание Чейза сбивается, мышцы напрягаются по твоей рукой. О, босс, это было слишком просто. Ты отстраняешься от него, пытаясь скрыть румянец. Чейз громко хохочет и потирает затылок рукой. Ладно, Лютик, хорошо сыграно. Чейз придерживает дверь, и ты возвращаешься в главный вестибюль Parker Industries. Собственно, мы еще даже собеседование не прошли, еще не факт, что нас возьмут. А мы тут уже батл устроили, мы уже договорились, в какую-то игру играем. Так что теперь нам надо по-любому получить эту работу. Погнали! Он ведет тебя по коридору обратно в конференц-зал, из которого ты так внезапно сбежала. Кстати, извини, мне не следовало так себя вести. Ты поворачиваешься и видишь грусть на его лице. Ладно. Тебе просто придется загладить свою вину передо мной. Ты ухмыляешься, Чейз качает головой. Ты так говоришь, будто попытки сделать тебя счастливой будут для меня каторгой. Ты почти заходишь в конференц-зал, но Чейз хватает тебе за руку. Прежде чем ты войдешь, разреши мне дать тебе несколько советов. Я хорошо знаю, кого Сэм и Джош ищут на эту должность. Прими мою помощь как способ укрепить наш спор и как возможность наверняка заполучить эту работу. Чейз улыбается тебе, и ты впервые за день узнаешь в нем того парня, с которым познакомилась в ресторане. Пожалуйста. Мне так неудобно за то, как я себя вел. Позволь мне загладить свое вино, Рис. Ну понятно, платный вариант. Я так и думала. Ну ладно. Чейз, спасибо. С твоей помощью я точно пройду собеседование. Последний билетик. Каков наш план, босс? Чейз игриво улыбается, явно наслаждаясь своим новым прозвищем. Во-первых, ты скажешь Джошу, что тебе нравится его стрижка. Что? И если речь зайдет о бейсболе, то скажешь, что болеешь за Янки. Даже если тебя тошнит от Янки, ты будешь притворяться, что это твои кумиры. Почему у меня такое ощущение, будто ты издеваешься? Чейз приподнимает бровь. Я бы с радостью поиздевался над тобой, Лютик. Но отложим это на другой день. Я знаю, ты справишься. Мне просто нужно быть уверенным, что ты произведешь хорошее впечатление. Готова? Ты не успеваешь кивнуть, а Чейз уже входит в конференц-зал. Ты следуешь за ним. Он представляет тебя Джошу и помогает сесть. Чейз похлопывает тебя по плечу, наклоняясь так близко, чтобы только ты слышала его слова. Удачи на собеседовании, Лютик. Джош задает пару вопросов. Благодаря напутствию Чейза ты чувствуешь себя увереннее, чем когда-либо. Чем вы любите заниматься в свободное время? Вообще-то я очень люблю проводить время на свежем воздухе. Мой идеальный день на стадионе. Наблюдать за игрой Янки? Сэм расплывается в улыбке. Покажите нам этого Джоша. Когда приходит время прощаться, ты делаешь комплимент стрижке Джоша. А, это Сэм любит Янки? Я что-то напутала уже. Но у него не то, чтобы крутая стрижка. У него такая укладка. Видно, что он там полчаса выкручивал, чтобы она так идеально заворачивалась и была зафиксирована. Спасибо, Рис. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы найти своего парикмахера. Он широко улыбается, а Сэм даже подмигивает тебе. Спасибо, Чейз. Следующий вечер ты проводишь дома за просмотром телевизора, уютно устроившись на диване. Завтра я официально буду безработной. Мороженое и дешевые реалити-шоу. Ждите меня. Та Лула свернулась калачиком на одеяле рядом с тобой и счастливо мурлычет. Начинается следующая серия, а твой телефон начинает вибрировать. Предвкушаешь свободу? Скорее безработицу. Это ненадолго, Лютик. Если ты, конечно, все еще согласна на нашу игру. О боже, значит ли это... Меня приняли на работу? Да, если ты все еще этого хочешь. Ты понравилась Джошу и Сэм, и я должен сказать, что очень горжусь тобой. И теперь, когда ты официально принята, готова к тому, что наша пари вступит в силу? Думаешь, справишься? Я скажу, что... Не справится, вероятно, он. А вы и сами справитесь с этим? Готовы видеть меня в офисе каждый день, мистер Паркер? Лютик, прибереги фразочки про мистера Паркера для спальни. И я рад, что ты будешь работать у нас. Утро понедельника. Ты слегка нервничаешь. Сегодня твой первый рабочий день. Первый день на должности директора по маркетингу в Паркер Индастриас. Я должна показать себя с лучшей стороны. Нужно одеться так, чтобы Сэм и Джош не пожалели, что наняли меня. Вдруг телефон начинает вибрировать, и ты видишь сообщение от Чейза. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя, Лютик. Особенно не терпится посмотреть на то, в чем ты будешь. Ну понятно. Что ж, не помешало бы хорошо выглядеть перед боссом-миллиардером. Я надену что-нибудь. Но мог бы нам как-то авантик тогда дать. Ух ты, женственная и элегантная. Кошмар. Нет, однозначно мы берем. Мне очень нравятся и цвета такие. Отвердить. Отлично, пора идти. Из-за переживаний ты приходишь слишком рано и заглядываешь в кафе через дорогу, чтобы скоротать время. Ты стоишь в очереди, копаясь в телефоне, когда вдруг слышишь знакомый низкий голос. Что там у тебя такого интересного? Ты вздрагиваешь, но улыбаешься, когда видишь Чейза. Он расплывается в улыбке, будто выиграл в лотерею. А это кто? На заставке твоего телефона стоит фотография Талулы во всей ее лысой красе. Это Талула. Она сфинкс. Некоторые считают ее отвратительной, но мне кажется, что она тебе понравится. Немного иронично, не находишь? Он делает паузу. Ты в замешательстве хмыкаешь, и Чейз громко смеется. У тебя дома живет лысая кошка, а ты приходишь работать в компанию, которая продает божественный воск для депиляции. Хе-хе-хе-хе. Чейз... Хе-хе-хе. О боже, остановись. Ты думаешь совсем не о том. Чейз смеется, а ты продвигаешься в очереди. Что я могу сказать? Твоя кошка должна стать талисманом нашей компании. Хе-хе-хе. Она идеально подходит для нового этапа твоей жизни. Мисс, хозяйка лысых кисок. Подходит ваша очередь. Чейз добавляет свой заказ к твоему и оплачивает счет прежде, чем ты успеваешь что-то сказать. Ты смотришь на лицо Чейза, когда он берет напитки, красивое, доброе и слишком соблазнительное. Мне нужно обозначить границы, прежде чем я совершу что-то, о чем буду сожалеть. Слушай, я знаю, что у нас пари, но думаю, что будет лучше, если мы станем вести себя как подчиненные и босс. С девяти до семнадцати никакого флирта, в офисе и в присутствии коллег. Чейз становится задумчивым. Значит, восемь часов в день я не могу к тебе приставать? Я думаю, что справлюсь с этим. Сомневаюсь, но вы должны постараться, босс. Вместе вы направляетесь в офис Паркер Индастриес, чтобы приступить к работе. Чейз оставляет свое пальто и сумку у секретаря и ведет тебя на экскурсию по офису. Это приемная. Справа от тебя лаборатория и производство. Слева отдел маркетинга и отдел кадров. А прямо? Чейз наклоняется так, что его голова оказывается прямо у твоего плеча, и он смотрит на коридор под твоим углом. А это финансовое управление и административный блок, включая мой кабинет. Дыхание Чейза касается твоего уха. Он слегка улыбается. Чейз, а где комната отдыха? Я уже устала, хочу отдыхать. Женщина, которая умеет расставить приоритеты, мне это нравится. Чейз смеется, слегка отстраняясь от тебя. Комната отдыха находится за стойкой регистрации, а по пятницам мы обедаем в конференц-зале. В моем кабинете есть мини-бар, но... Что скажешь, если я устрою тебе подробную экскурсию? У меня есть еще 15 минут, чтобы попытаться соблазнить тебя. И есть еще пара мест, которые я хочу тебе показать. Например, мой кабинет. Последние слова он произносит, скорее бросая вызов, чем просто утверждая. Пойдем, Лютик, прояви милосердие. Ты же не настолько жестока, чтобы заставить человека ждать еще 8 часов, для возможности поговорить с тобой. Чейз, ну что, мы идем, идем по сюжету. Я бы с удовольствием осмотрелась. Ну, если ты настаиваешь. Чейз обнимает тебя за плечо, чтобы провести дальше по коридору. Здесь у нас куча административных подразделений, включая бухгалтерию и юристов, которых тебе сегодня нужно будет посетить. Короче, ничего интересного. Ты почти врезаешься ему в спину, когда он резко останавливается перед большим столом у длинной стены с единственной дверью. Здесь сидит секретарь, а дальше мой кабинет. Запомни дорогу, типа. Чейз проходит вперед и немного пафосно распахивает дверь. После тебя. Если бы я знала, что экскурсия по офису означает экскурсию по твоему кабинету, то я, возможно, не согласилась бы. Вау, а мне здесь нравится. Чейз смеется. Как только за ним закрывается дверь, он делает шаг к тебе. Что думаешь? Я был бы счастлив устроить мозговой штурм и придумать альтернативное применение каждого предмета мебели в этом кабинете. Ты краснеешь. Жара растекается по твоей шее. Ну, мозговые штурмы – мой конек. Неужели? Ну, мне бы пригодилась твоя помощь. Я поддержу любую идею, где мы голые. А может, не голые? Я бы с удовольствием приподнял твою коротенькую юбочку и нагнул бы тебя над этим столом в один из вечеров. Что-то рано вы размечтались, босс? Твое дыхание учащается, а глаза раскрываются шире. Уже потеряла дар речи? Чейз смеется и тянется к твоей руке. Когда снова сможешь говорить, ответь, что бы ты хотела еще увидеть. У меня здесь еще собственная ванная комната, и я уверен, что ты оценишь ее по достоинству. Она, конечно же, очень личная. Кто знает, что мы там можем вытворять? Чейз, ты можешь отвезти меня туда, куда захочешь? Так, я немножко не могу понять, что это за игра вообще происходит такая. Мы же, типа, должны сопротивляться. Хотя еще не совсем рабочее время. Значит, мы будем флиртовать до 8 утра и вечером. А днем, типа, вот, здравствуйте, Чейз, я Рис. Как роботы разговаривать. Ну, в общем, я пока еще до конца не понимаю, поэтому, ну, берем платные выборы, как обычно. О, будь осторожна в выражениях, Лютик. Ты можешь запросто соблазнить любого мужчину. Он сжимает твою руку, ведя за собой в роскошную ванную комнату. Офигеть! Офигеть! Это у него в кабинете? Боже, жируем! Полноценная ванна, душ и гардероб. Больше похоже на гостиничный номер, пригодный для жизни, а не на часть рабочего кабинета. Боже, ну, как говорится, я бы там жила, да? Хе-хе-хе-хе. Не стесняйся пользоваться ей, когда захочешь. Если у меня нет переговоров с клиентом, просто заходи. Ты не обязан делить со мной личное пространство. Но как еще я смогу оказаться с тобой в одной постели, если не затащу тебя туда? Чейз прижимает тебя к раковине, вынуждая сесть на столешницу. Его улыбка становится зловещей. Похоже, ты предпочитаешь кровати другие места. Чейз кладет руку тебе на бедро, скользя другой по твоей талии вверх, касаясь груди. Он наклоняется и нежно целует тебя в шею, мягко и аккуратно прижимая к себе. Разве ты не можешь себе это представить? Я беру тебя на этой столешнице, стараясь держать твои стоны, чтобы весь офис не слышал, как сильно ты хочешь меня. Шаги и стук в дверь прерывают вас. Чейз, я оставлю вам на столе отчет о компании. Чейз прикладывает палец к твоим губам и отвечает. Спасибо, мы обсудим его сегодня. Звук закрывшейся двери позволяет вздохнуть с облегчением. Чейз отходит и подает тебе руку, помогая спуститься со столешницы. Уже девять часов, наверное, пора идти. Помечтали и хватит. Ты заходишь в конференц-зал, чтобы познакомиться со своей новой командой. Внимание, это Рис. Она гуру маркетинга, и мы очень рады, что теперь она с нами. Энергичная девушка вскакивает со стула, чтобы пожать тебе руку. Так приятно познакомиться с вами. Меня зовут Линдти. Сэм и Джош так много хорошего рассказывали о вас. Ты краснеешь от комплимента. Затем другой мужчина поднимает на тебя взгляд и тихонько присвистывает. Что за манера вообще, слышишь? Присвистывает он. Черт, как же я люблю свою работу. Чейз стискивает зубы. Выражение его лица становится холодным и суровым. Если ты так любишь свою работу, Трэвис, стоит потратить время, чтобы перечитать правила, запрещающие домогательство на рабочем месте. Ладно, ладно, я все понял, босс. Вы больше не услышите от меня ни звука. Чейз сурово смотрит на Трэвиса. Так-то лучше. Это мой кабинет? Весь день ты проводишь, изучая прошлые маркетинговые компании и пытаешься войти в курс дел. Когда солнце начинает садиться, ты понимаешь, что офис практически опустел. Вау, первый день уже подошел к концу. Я чувствую так, что меня переполняют эмоции. Мне еще столько всего предстоит узнать, прежде чем я начну работать. Я не представляю, как все уложить в своей голове. Но громкий стук в дверь отвлекает тебя от мыслей. Чейз Паркер появляется в дверном проеме, угрожающий улыбаясь тебе. Официально рабочий день закончился? Типа, наша игра продолжается. Фух, да. Вот-вот и пошел уже наконец-то сюжет. Босс, теперь понятно, почему история так называется. Ну что, друзья, пишите ваши комментарии, как вы поняли суть этой игры и условия этой игры. Очень интересно. Плэлист этой истории вы найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok